Да, и вы новую тему начали. Это что? Интернет-образование в Англии, да? Это я послал. Это сообщение. Оно у вас должно быть. Да, скорее, я просто не успеваю. У меня день такой перегруженный был, как и многие другие, к сожалению. Вы можете в двух словах. Что известно так? Дело в том, что больше переход на онлайн, в общем-то, для более слабых сервисных средств, для тех, кто для студентов из более низкоплачивого, оказался намного более разрушительным, чем для студентов из более высокоплачивого. То есть для всех не очень. В целом, оказалось, что это вообще не очень хорошо. Это анализ, грубо говоря, весеннего семенства, да? Да, да, да. Интересно, очень интересно. И какие факторы приводятся? То есть тут, данные, в принципе, такие. То есть то, что в школах, те, кто между третьим и восьмым классом, они получают, у них где-то будет порядка 70, меньше 70 процентов от того, что они должны были бы получить. Подождите одну секунду. Подождите одну секунду. А, ну там же совсем чуть-чуть. Они не успели войти. Это же в Израиле семестр не так давно кончился. У них же учебный год кончается там, не знаю, в середине июня или в начале июня. Так еще рано анализировать. Основная масса просто не могла адаптироваться за такое короткое время. Ну и какие факторы? Все равно я вас слушаю. Ну, грубо говоря, то, что больше шансов, что они возьмут, скажем, будут прерывы у них в образовании. И это, в общем-то, там примерно в полтора раза увеличилась разница между группами студентов, может быть, для зажиточных из семей и более бедных семей. Вот. Ну, аналогичная история для школьного образования. А первое, это вы говорили про колледжи и университеты, да? Да, то есть там они рассматривали и колледжи и университеты, и также обычное образование, вот это вот 12-12 классов. То есть большой кризис был у тех детей, это, грубо говоря, это в основном кусок апреля и май, там совсем... Это, во-первых, да, то есть там два момента. То есть там и разрушение нормального ритма обучения. Вот. И второе, и второе, финансы. А какие нужны финансы для онлайн? Наоборот, кажется, что это очень дешевая... Они общее... Нет, это платить, платить за обучение. А в школьнике вообще не платишь за обучение. Но, грубо говоря, если ситуация не очень хорошая в семье финансовой, это не может не оказать влияние. А вы имеете в виду предстоящий семестр, скорее, чем то, что было весной, да? И то, что текущий, там, этот самый, тоже уже... Ну, предстоящий, я имею в виду, после первого сентября. Да. Сейчас же каникулы. Да. То есть можно либо говорить о том, что было весной, в конце весны. Да, да. Или о предстоящем семестре. Да. Могите посмотреть... Хотя есть страны, в которых там в августе... Я вам прислал это самое, это тоже будет. Ну, если хотите показать, любите показывать, я знаю, чуть-чуть хотя бы мельком, чтобы увидеть заголовок. А, вы хотите, я показал, сейчас минуту. С креншерингом, да, если... Вот вторую запись мы, может, сохраним. Это я как бы заново ее начал писать. Ну, вот я специально это сейчас открыл. Там, минуту. Вот. Что-то появилось. Да. Вот, можете посмотреть это самое, то есть там вот абстракт. Угу. Ну, вы можете в двух словах говорить, потому что у меня чтение абсолютно асинхронное. Вот. Ну, я вам, в принципе, основные вещи я вам сказал, то есть вот это вот. Хорошо. И... Вот. Пожалуйста, то есть тут есть... Говорится, что школы... Вообще, я с вами согласен еще вот в каком аспекте, Александр. Мне кажется, у меня есть еще одно объяснение. Вот эти публичные школы, обычные, там же уровень учителей, к сожалению, такие, относительно простые люди идут в учителях, в отличие от хороших частных школ, да? И... В общем-то, да. Я, 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 более того. Учителя идут, это, к сожалению, похоже Израиль на Америку, в основном те, кто не смог ничего это самое. Да, да, да. Ну, потому что очень скромная зарплата. Я к чему? Что людям продвинутым, допустим, в частных школах можно предположить, что там хорошие как раз учителя. Им переключиться вот в новой ситуации, там переключиться на Zoom и так далее. Они могут. Люди более скромные, просто у них это само переключение заняло столько времени, что оно скомканно получилось и ничего хорошего. Ну, их надо хорошо обучить, чтобы они там, я не знаю, летом успели их немножко подготовить или нет, чтобы они по Zoom начали хороший семестр. Вот, и там Академия Хана, может быть, они в Англии, им легче с Академией Хана, а не английский. Вот, Академия Хана, но вы слышали, мы же беседовали, вот с Альей. Ну, и я это представитель вообще элитного образования. Для него даже обычные, продвинутые обычные школы, это ничто. Вот, ну, он считает, вот это вот, я, кстати, с этим не согласен, что нужно, грубо говоря, у него вопрос такой, почему сейчас в картах нет Эйнштейнов, и как вот сделать так, чтобы они были. Ну, правильно? Ну, да. Почему, он говорит, почему там тогда, сто лет назад, было вот куча вот денег, а сейчас нету. Но у меня, в общем, у меня мнение другое, что должно быть масса именно хорошей, именно средней уровней. Ну, да, сейчас наука стала коллективной. Дело в том, что еще лет сто пятьдесят назад гениальный человек мог включить в себя современные ему основные знания человечества. И, по крайней мере, лет, ну да, сто пятьдесят, ну, по крайней мере, в его области точно совершенно. Ну, и в очень широкой области. А двести пятьдесят, пожалуй, все. Да, да. И тогда он мог и своему ученику это передать. То есть, действительно, это возможность встать. А сейчас нам надо срочно бороться за молекулы, чтобы наша жизнь была не сто двадцать лет, а немножко больше. Не так уж много требуется. Если человек учит там физику, математику, а с другой стороны, он хочет хорошо выучить программирование и биологию, и, может быть, литературу, ну, ему надо там в два раза или в три раза больше поучиться в университете. Ну, вот, если продолжительная жизнь будет двести лет, у нас хватит. И, может, вернется снова эта ситуация, когда будут универсальные умы. Знаете, что нужно, чтобы люди, которые были, там, это самое, допустим, лет хотя бы там восемьдесят, там, сто, чтобы они функционировали как сейчас хотя бы как люди в пятьдесят. Да, конечно. Потому что они функционировали как сейчас люди в сто лет. Нет, 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 вы правы, вы правы. В общем-то, и они будут большую часть времени в этих самых... Нет, Александр, и, конечно же, идет речь о том, чтобы молодость и молодость мозгов сохранялась. Конечно же, не быть стариками от восьмидесяти до двухсот лет. Конечно же, вы правы абсолютно. Чтобы у человека молодые мозги были намного больше период времени. И тогда он сможет снова впитать... То есть, чтобы воспитать учеником, сам человек должен впитать вот эти знания человечества. И он сможет передавать их в органической форме своим ученикам. Вот, может быть, такое вернется. Ну, нужна молекула. Я предлагаю всем все бросить и заняться наукой о старении. У меня есть знакомый Леонид Пешкин, который в Бостоне. Вы не пересекались с ним случайно? Как его фамилия? Пешкин. Нет. Леонид Пешкин, он в Гарвардской медикамску, как раз в большой лаборатории, которая вот проблемами... Вот надо... Как бороться с старением на... Ой, как же эти микроскопические рачки, на которых все такие полупрозрачные, на которых... Дафни, дафни. Вот на них и на прочих, значит, молекулярные и прочие механизмы. Надо все усилия, мне кажется, туда. Конечно, уже у нашего поколения маленький шанс, хотя какой-то крохотный, может, еще имеется, скачать в тот поезд, где будут жить вечно, да? Ну, или, по крайней мере, я надеюсь, даже не навечно, но хотя бы, что удастся там существенно продлить активную жизнь. Хотя бы... Илья, вот он к этому, ну, а мы действительно, чтобы пока сделать массовую, хорошую, потому что массовая система образования, она совсем зачахла, да? Она... Вы в Израиле, скажем так, она оставляет желать лучшего. Да. Скажем так, давайте, скажем, очень-очень мягко. Она зачахла, ну, это Израиль, это часть явления, которые с Америкой связаны и так далее. Действительно. Я еще так это пытаюсь формулировать, когда много учеников и всех надо учить по 12 лет в школе, а потом еще 4 лета, 4 года в колледже, да? То просто количество талантливых учителей в обществе недостаточно для этой цели. Когда в школе учили даже по-скромному, в Советском Союзе была 8-летка, да, то для тех, кто учились уже 9-й, 10-й класс, у них были очень хорошие учителя, можно было для них иметь хороших учителей. И в институт шел какой-то процент людей разумный. И состав учительский был достаточно. А когда общество стало богатым, вот к тому разговору о том, что мы говорили, на что американец должен тратить деньги, да, и они сказали, мы теперь все хотим долго учиться. Так денег-то много, но способных учителей-то в среднем там, способных людей в обществе какой-то процент, значит, приходится менее способных учителя. Вот такая моя концепция. И поэтому очень ценна Академия Хана, когда гениальный учитель делает себя доступным миллионам людей. Вот вы знаете, тут это на самом деле проблема, поскольку, насколько я могу понять, личное взаимодействие между учеником и учителем персональной, и именно вот непосредственное взаимодействие, оно действительно для очень многих, особенно для учеников, для школьников, оно очень важно. Это мы, в общем-то, для нас это не столь важно, ну, мы, так сказать, возьмем, мы изучим, мы посмотрим материалы, и все, и нормально. И то в какой степени желательно получить какой-то, что называется, фидбэк. А для них это существенно затрудняет. Я согласен. И нужно искать творческие пути, как использовать Академию Хана как костяк, но вокруг нее сделать что-то такое, чтобы у ученика был персональный коучер. Даже персональный коучер. И какая одна... Как вы сделаете, чтобы был персональный учитель у каждого ученика? Это вообще невозможно, не хватит ресурсов. Сегодня не хватает ресурсов, когда учитель там 30-35 учеников учит, да? А как вы сделаете персональный коучер? Вот у меня вопрос. Вот конкретно у вас, сколько было учеников в классе, когда вы учились? Ну вот, я жил в микрорайоне, поэтому до 8-го класса было вообще много, там около 40-ка. А потом я перешел в физкласс, и там уже, ну тоже 30-30, около 30-ти, может немножко больше. Ну вот да, у нас там тоже было относительно много, 27. Сейчас какие-то там крики, что там чуть ли должно быть там не больше 15 человек и так далее. Потому что... Не знаю, мы вот учились, и вроде как все нормально. Потому что у слабого учителя нет харизмы. Если ученика учит человек, который по силе, по силе мозгов, по силе душевных слабее, чем ученик, дети это чувствуют мгновенно и поворачиваются к нему спиной. И он, конечно, не может соблазать с классом. И поэтому он просит маленький класс. Потому что с большим он не может собладать. Потому что он более слабый человек. А сильных людей не хватает. Какой выход? Вот у меня есть выход, но я сначала риторический вопрос задам. Как выйти из этого тупика? Как выйти? Ну, во-первых, понятное дело, что как нас. Если нас брали в физмоклассы, были по определению ученики, которые, в общем-то, будут учиться, они будут это сам создать. Отобрали и им дали отличных учителей. Ну, а остальных как? Ну, не то, что отличных. Отличных именно тех, которые... Отличные люди, которые знали предмет, которые умели его преподавать. То есть, им не нужно было тратить деньги на организацию, на управление и так далее. На вот воспитание. Все-таки я не устраиваю. Были отличные учителя. Они и как знатоки физики, математики были отличные. И с детьми умели. Это были сильные творческие люди. Их таких людей смогли набрать в эти физмокколы. Ну, да. Теперь, а что с остальными? И с остальными ситуациями все-таки была лучше, чем сейчас. Почему? Учились... Да, была учителя, тем не менее, была лучше, чем сейчас. Почему? Я вам скажу, учителя были лучше. Хотя были классы большие. Потому что в школе учились 10 лет. И общая масса учителей требуемая, она не была слишком большой. А еще лучше была ситуация, когда была 8-летка. Вот мой знакомый профессор, он наблюдал, он уже пожилой человек, он наблюдал весь этот период. Он сказал, что когда от 8-летки пришли к 10-летке, со временем качество студентов в университетах упало существенно. Вот, так все-таки возвращаясь к вопросу, а что же делать? Потому что решение есть. Решение есть. Решение есть. Ну, понятно, самое простое решение – это увеличить количество, уменьшить классы. Нет, это не решение, потому что придут серые люди. Вам придется тогда обескровить все стороны жизни. Всех, кто мог бы быть хорошими врачами или инженерами и так далее, отправить в учителя, и некому тогда будет нас лечить или строить новые машины. Или компьютеры. Надо из предположения такого разумного исходить, что количество таких сильных творческих людей в обществе, ну, там 10-15% общего количества, да, не намного больше этого. У вас, как у начальника Газплана, есть задача, а как их распределить? Надо значительную часть дать в школу. Дать в школу, ну, чтобы как учителя были, да? Да. И действительно, когда мы были с вами школьниками, детьми, то в ПЭТ-институт было так же хорошо идти, как и в инженерный институт, да? Хорошие дети шли. Хотя, в общем, не в такой степени. Все-таки это считалось менее престижным. Ну, может, у вас так. Ну, я не говорю об МГУ. В Москве точно считалось менее. Ну, подождите, ну, в обычный инженерный вуз и педагогический, я не говорю об МГУ. Я говорю об обычном среднем инженерном вузе против педагогического. Это одинаково. Учители, во-первых, мы видели хороших учителей перед собой, да? Мы хотели быть такими, как они. Во-вторых, у учителей там отпуск был длинный, да? И зарплата, между прочим, не хуже, чем у инженеров. Мы не чувствовали, что учителя живут хуже, чем инженеры. Да. Поэтому вполне шли. А все-таки решение есть. Решение такое. Талантливых учеников намного... Вот вы возьмите в школу, способных учеников в ней больше, чем учителей. Ну, да. И что? А если делать разновозрастные классы? Так, чтобы старшие дети из способных, они курьировали еще и младших. Младшие там все учатся по системе. Обучать это самое, да? Обучать, то есть это... Курьировал. Курьировать. И он бы еще бонусы какие-то получал там за это там... Не знаю. Какой-то стимул важный. А дело в том, что это бы... Это естественная потребность у человека. Люди очень любят быть такими... Как это говорят? Ментор это плохое слово. Какие-то хорошие слова есть в русском языке. Наставниками младших, да? Да. Старшие дети, они очень хорошо. И это на них хорошо и в будущем подействует. Почему? Потому что, когда ты объясняешь кому-то, то твои знания очень углубляются. То есть, для детей, продвинутых, это была бы чудесная форма самовсовершенствования. И, кроме того, младшие дети, они бы получили прямую опеку. Вот у меня такая мечта о таком разновозрастном классе. А, кстати, одновозрастные классы еще и плохие тем, что там высокий уровень конкуренции. Их вынужденно сделали, потому что вот этот поток немецкой школы, о которой вы так красиво говорили, он был основан, еще не было тогда, о видеоуроках, что учитель должен стоять и рассказывать ученикам одно и то же, ученикам одного возраста. Рассказывать им уроки. Ну да, но первоначально планировалось первоначально в системе, что это будет не одного возраста, а одних способностей. Как, они же должны уже одинаковые знания к этому масштабу. И все должны набрать одни и те же знания. Да, да, способности разные у людей. Способности, да. Я помню то, что вы присылали этот материал, что там выше 1,5% шли, грубо говоря, в доктора. 1% в гимназии. Грубо говоря, там 5-6% это, скажем так, специалисты. Да, да. Профессионные специалисты. Самый высший... Подождите, самый высший слой это 5-6% или там было еще... Нет, самый высший слой это где-то 1,5%. По-моему, даже полпроцента. Или полпроцента, которые должны были уже у руководства государством. Да. Высшую элиту. Да, 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 да. И это очень правильно. Я с вами согласен. Это как бы этапы школы. Но внутри самой школы, в каждом классе, они должны были быть более-менее одного возраста, чтобы иметь знания и идти дальше, да. А тут открывается совершенно новая возможность. А в ешивах этого нет, да? Все ученики в одном большом голову ученики. И как-то они справляются. Ну, там, вдруг там, что в ешивах, я не знаю. Может, вы лучше меня знаете. Я знаю, это очень поверхностно. Ну, понимаете, тут это самое. Там, опять-таки, должна быть возможность, грубо говоря, людей выкидывать. В общем, еще никого выкидывать, если они слишком это мешают. Вы имеете в виду ешивы или вот то, о чем я? Все, понимаете, все. Вот в обычной школе, к большому сожалению, это в ремонте резко ограничено. И в ешивах как раз более возможность есть. Хотя, вы знаете, мы с вами, когда были детьми, то это были, ну, суперредкие случаи, когда кого-то выделяли. Знаете, что это были суперредкие именно потому, что, грубо говоря, что люди, в принципе, знали ученики, что если они будут себя плохо вести, они попадут именно в эту категорию. Но не от того, что там не было. Там были люди, были дети, иногда из неполных семей, да, отстающие были. Нет, отстающие – это другое. В классе было парочку двоечников. Нет, нет, отстающие – это другое. Имеется в виду те дети, которые мешают другим, которые разрушают вообще процесс обучения, мешают другим учиться и так далее. Вот я возвращаюсь. Мне кажется, может быть, я ошибаюсь, и вы меня поправите еще раз, что это исходит из того, что статус учителя очень понизился, но не напрямую из-за того, что он маленькая зарплата, а потому что в учителя пришли слабые люди. И дети с первого класса это чувствуют. У них другая детская культура возникает. Они больше уже внутрь себя обращаются, чем к учителю. Ну, в какой-то степени, да. Ну, вот, вот я… Вот подождите, а в микро-школах это Аром что-то присылал, мне кажется, да? Вот я мечтаю… Кстати, есть Борис Сильверман, или как, основатель лицея в Израиле. Он на меня обидится, если, наверное, это видео будет в интернете, а я ошибся в его фамилии. И такой замечательный подвижник. И как-то мне так повезло, что у меня с ним возник личный контакт. Надо к нему вернуться. Потому что он организатор. Он лицей в Израиле, причем несколько успешных лицеев, целую сеть организовал. Один за другим. Он организовал лицей, в него вселял жизнь, процесс, и шел организовать следующий лицей. Вот все-таки эту систему, если бы попробовать, Академия Хана плюс разновозрастные классы. Что с разновозрастными? Вы знаете, под Ленинградом еще в советское время были разновозрастные пионер-лагеря с разновозрастными отрядами. Это был такой эксперимент. И даже Илья Дворкин, он знаком с активными основателями этого движения. И там вроде бы очень положительный был опыт. Когда старшие дети опекали младших, это была целая иерархия. Ну, может быть, это имеет это. Вот. Вот такие дела. Какие-то еще у вас, конечно, богатые темы. Мы вас отвлекли от анализа вот этой эпохи Пруссии и религиозной, да? Ну, да. Религиозная жизнь до того времени. Подождите, какой-то ветвь протестантизма, да, вы говорили? Это плюс еще ветвь протестантизма, да, плюс еще... Повторите ее название, чтобы она осталась. Это пиетизм. Пиетизм, да. Вы как раз о пиетизме хотели рассказывать, да? Да. Да, вот это как раз, то есть, как это произошло. Но вот вы можете очень подробно почитать вот про этот самый... про вот, вот, про пиетизм в этом, в... Вот то, что я послал, эту книгу. Ну, книга фактически, в общем. Ну, да. Ну, у нас, как вы понимаете, не всегда есть время читать, но у вас зато есть возможность какие-то хорошие мысли сказать, которые вам близки. Ну, да. Я считаю, что это нужно. Ну, хорошо, но, может, еще что-то скажете, интересно. Вот. То есть у него... Я понял, что какая мысль у Аарона, у него, в общем-то, что взя... Что, в принципе, он считает, что очень много взято от, скажем так, подхода, который был взят вот из... Стора. Там много... Там много всевозможных вещей, которые были. Которые были. Одна из вещей, например, это... Это крайне уникальная ситуация, которая сложилась тогда в Пруссии, с одной стороны. Очень хорошее знакомство с вот этого... Спеннир с людьми элитой, который он знал, как им манипулировать. Знал, как обращаться вот с... С властями. Это вы имеете в виду основатель? Произнеситель имя. Да, основатель, да. Произнеситель имя, если можно. Спеннир. 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 Спеннир и... В последствии Франки. Да, и Франки. То есть он был совершенно в близких отношениях с руководителями... С руководителями государства, да? Да. Вот. Может, они его как-то... Можно понять, потому что были пиетисты, они были в разных... в разных местах вот они пытались сделать, но, в общем-то, в остальных местах ничего, в общем, ничего не получилось. Им не давали. А тут... А кто был... Еще раз, кто был руководителем государства в тот момент? Ну, вот это вот одна из совершенно замечательных, это самое, личностей в этом плане, который фактически создал эту возможность, это Придрих Викторий Первый. Да, да. Вы о нем говорили, и вы, по-моему, вы все время хотели еще более развернуто о нем говорить. Я более развернуто. Но сейчас, извините, сейчас же без вот сети 11. Ну, все, все, тогда... Давайте это самое. Я вам тогда... Постепенно можем сворачивать. Постепенно можем сворачивать. Давайте это самое. Потом вот мы, когда в авторитетах я могу быть подробно вот именно на эту тему расскажу, потому что сейчас у нас была, в основном, другая тема. Все-таки мы не можем... Мы не можем... То есть даже у нас было две темы, не можем три темы в один... Нет, мы как раз... Мы сейчас готовим. Вы правы совершенно. Мы готовимся к следующей теме. Это важно. Вот, допустим, я уже понял, что у вас много материала, если вы хотя бы минимальные слайды делаете, ну, слайды, я не знаю, там, фрагменты из PDF, там, чего угодно, то ваше изложение, оно очень интересным становится. Хорошо, я тогда это буду, это сделать и постараюсь это сделать. Прекрасно, прекрасно. Потому что я знаю, яро ждет, яро ждет этой темы и будет очень здорово слышать. Ну, хорошо. Так, ну, тогда я уже останавливаю. Спасибо.